здорово это домашний канал валерки и мы продолжаем проходить с вами визуальную новеллу под названием бесконечное лето вот в прошлой серии мы побежали за ульяной по моему зовут девочку да такой футболки ссср которая была вот она стащила у нас котлету сначала да 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 она изначально стащила у нас котлету потом все-таки вернула ее и подложила сорка ножку под котлету короче вот мы побежали за ней и она скрылась в лесу мы ее все-таки не догнали ну и давайте смотреть что будет дальше итак вечерело кажется я заблудился ночью в лесу мне явно делать нечего лучше вернуться в лагерь однако совершенно не представлял в какую сторону идти что ж придется наугад заблудились короче заблудились в лесу что я довольно долго плутал по лесу пару раз даже закрадывался закрадывалась мысль позвать на помощь наконец за деревьями показалась ограда лагеря видать да на площадь мы вышли короче задница статуи непонятного короче лидера какого-то или фиг знает кто это все возвращается на круги своя автобус исчез их опробовнил я с одной стороны ничего странного не мог он тут просто так стоять вечно другой значит был все же водитель автобус не автобусы не ездят сами по себе ну либо не знаю я тут уже не знаю чему удивляться короче не знаю мы переместились вообще ну я так предполагаю во времени мы переместились вот я так предполагаю и автобус мог просто также испариться и переместиться куда-то и без всяких там водителей не знаю или ездят этот мир казался слишком нормальным но каждое явление здесь имела как минимум два объяснения обычная реальная повседневная и фантастическая да конечно водитель мог просто отойти перекусить а я слишком быстро ушел и вот но в любом случае мне здесь не место самоходный этот автобус или нет это наверное важно но куда важнее то как я вообще сюда попал и куда это сюда да мы до сих пор не можем понять как мы здесь ощутились и где мы вообще унося уносящиеся горизонту поля лица не давали никаких ответов них не было ничего знакомого 5 непонятки странный непонятный чужой мир но при этом это совсем при этом совсем не страшный то в принципе как бы дружелюбно многие все даже дружелюбно к нам относятся ну кроме девчонки которые в спину ударяют у нее свои какие-то проблемы свои какие-то загоны то ли взял самоотвод инстинкциях самосохранения то ли вся эта беготня по лагерю местные пионеры настолько убаюкали меня своей беззаботные нормальности что я никогда просто забывал о том что со мной произошло буквально пару часов назад хотя возможно просто не оставалось больше сил волноваться хотелось тишины и покоя просто отдохнуть от всего и уже потом со свежей головой продолжить в поиске ответов но это будет потом а что сейчас имею ли я право расслабиться окей стемнело уже совсем стемнело и при любых раскладах ночевать лучше в лагере я уже собирался идти назад как вдруг кто-то бесшумно вынырнул у меня из-за спины а это славя привет что-то так поздно делаешь и до мной стояла славя от неожиданности я даже вздрогнул не догнал ульяну она улыбнулась я расстроенно кивнул головой вздохнул неудивительно никто не может да уж девочка ракета прямо только вот сопла у нее в разные стороны ты наверное есть хочешь поужинать то не получилось действительно слышал живот да проурчал действительно я совсем забыл о голоде но после этих ее слов мой желудок явственно напомнил себе предательский заурчав славя улыбнулась ну тогда пойдем а разве столовая еще открыта да ничего у меня ключи есть ключи да у меня от всех помещений лагеря есть ключи откуда ну и здесь кто-то вроде помощницы вожатый на типа правая по правой правый мизинец левой ноги да окей понятно ну пойдем от такого предложения грех был отказываться когда мы вышли на площадь славя внезапно остановилась извини мне надо соседку предупредить что я попозже приду а то она сама такая пунктуальная будет волноваться иди пока к столовой я через минутку хорошо ладно я никак не ожидал что в столь поздний час там может быть кто-то кроме меня это кто-то явно безуспешно пытался открыть дверь да 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 всякой задней мысли я поднялся на крыльцо взломщиком оказалась алиса а это та которая с глазами с такими яркими которые нас пендерила в спину наверное стоило подождать сторонке она некоторыми пристально смотрела на меня потом сказала что стоишь то помоги что ли смысле мысли дверь открыть зачем булок я хочу с кефиром не наелась булок с кефиром на ночь прощай фигура а может и стоит а ты сам не хочешь есть что ли уленка то тебе поужинать нормально не дала она их еду ухмыльнулась и правда не дала так сейчас славе придет и чего похоже не стоило мне это говорить тогда я отчаливаю а тебе это а тебе это припомнил смысле а я при чем за тобой уже второй должок смысле с этим словами алиса скрылась в ночи а первый то за что и второй не за что славе не заставила себя долго ждать все в порядке да почему ты спрашиваешь да нет просто так не стыло рассказывать об алисе все в порядке сказал я и тут же почувствовал фальшь своем голосе ну что пойдем а вот славя похоже ничего не заметила или по крайней мере сделала вид мы зашли в столовую окей подожди я сейчас что-нибудь принесу я сел на стул и принялся покорно ждать свою спасительницу ужин мой был нехитрым несколько булочек и стакан кефира окей ладно пойдешь пока на превью не мудрено голодные пионеры наверно съели все подчистую так наверно сделаю вот так впрочем и это куда лучше чем большая часть моего обычного рациона пока я ел славя сидела напротив и смотрела на меня что у меня что-то на лице нет просто хрена у нее глаза такие смотри она улыбнулась и как тебе первый день в лагере ну я даже не знаю глупо спрашивать у человека попавшего в одной части в другую реальность понравилось ли ему меню в столовой вожатые отведенные койко место ничего скоро привыкнешь слова мечтает она уставилась в окно по правде говоря привыкать к подобному совершенно не хочется но ведь она не знает или по крайней мере хочет чтобы я думал что не знает ну а так вообще здесь мило надо было как-то прервать неловкое молчание до без интереса спросила она да здесь так хотелось сказать в стиле ретро но я сдержался конце концов это для меня это для меня ретро а для них может они другой жизни и не знают если тут вообще уместно понятие жизнь как она внимательно посмотрела на меня так как будто от моего ответа зависело что-то серьезное но я не знаю мило да тут мило пожалуй она вновь улыбнулась очень хорошо что ты так думаешь почему ну не всем здесь нравится а тебе мне да нравится тут здорово тогда и не стоит обращать внимание на других а я не обращаю особо славя рассмеялась кажется этот разговор уводил меня куда-то далеко совсем не туда куда я хотел попасть а а вот ты волнуешься да почему но когда кто-то так сосредоточенно жует извини ничего я никак не мог заставить себя быть более осторожным с этой девочкой а впрочем почему именно с ней с любым местным обитателем все они казались совершенно нормальными приторно до зубной боли нормальный не как человек сосед с дрелью в одной руке и сабвуфером в другой не как человек пассажир слишком уж часто встречающийся в метро и не за и наземном транспорте не как человек коллега обитающий за соседним столом в open space и даже не как человек знакомый которая других человеков отличается лишь непонятный назойлой назойливостью человеков все они казались нормальными такими как и должны быть люди в моем понимании со всеми своими недостатками но без сверхспособности таких вот человек а славя была еще и милой я украдкой посмотрел на нее не знаю что сказать россии хотела показать тебе лагерь но совсем забегал сегодня но я сам вроде ничего не пропустил прям таки ничего она улыбнулась так что мне приходилось от смущения прятать глаза откуда я знаю я же здесь первый день ну хорошо и что же увидел площадь столовую вот видел футбольную площадку а пляж только издалека обязательно сходи или давай вместе сходим ну ладно сходим естественно славе уже начинала меня пугать но тут я подумал а вдруг так все и должно быть вдруг весь этот мир непонятен только мне а для них он родной может быть я попал в прошлое да это бы многое объяснило а можно задать глупый вопрос нет славя улыбнулась и встала из-за стола уже поздно сам дорогу до ольги дмитриевны найдешь найду конечно зачем мне к ней поселит тебя поселит тебя как кому-нибудь зачем наверное со стороны я выглядел глупо потому что славя рассмеялась ну так спать тебе где-то надо логично ладно я побежал тогда спокойной до ночи спокойный странно чего это она так внезапно мое внимание привлекает связка ключей торчавшие из двери я был и собирался догнать славе но где она живет остучаться посреди ночи во все подряд доме во все подряд домики показалось не лучшей идеей так взять ключи не трогать возьмем конечно вдруг кто-нибудь другой возьмет и обнесет столовую все же лучше взять завтра дам а то мало ли что-то по ночам творится этот тут же поежился ведь это мне в первую очередь стоило опасаться ночь хоть и была темной но совсем не тихой отовсюду доносились стрекотание свечков пение ночных птиц шелест деревьев внезапно очень захотелось последовать совету славе поскорее пойти к домику вожатой не знаю почему но вид неизвестного бронзового строителя коммунизма настраивал меня на созидательный лад я присел на лавочку начал прокручивать голове события минувшего дня этим моё созидание ограничилось тут было куда светлее чем у столовой да и изредка мимо пробегали запоздавшие пионеры так что особого страха это место у меня не вызывало автобус лагерь девочки это густал от всего нового и непонятного что не мог придумать ровным счетом ни единого объяснения всему происходящему рядом послышался тихий шорох я вздрогнул и посмотрел в сторону девочка читает книгу лена лена я решил подойти и поговорить она единственная из новых знакомых с кем мне не удалось сегодня перекинуться и пару слов привет чего читаешь лена в удивлении аж подпрыгнула на лавочке извини не хотел тебя напугать ничего она покраснела и снова уставилась в книжку так что читаешь на вложке было написано унесенный ветром кстати неплохой да неплохая книга так похвалить книгу да похвалим давай хорошая книжка спасибо правда я не читал но ей кажется такая литература вполне подходит лена похоже не собиралась продолжать разговор ну если я тебе мешаю нет этого взгляда книжки сказала она можно тогда посижу с тобой немного зачем зачем а ведь и правда зачем наверное просто потому что очень устала в компании с кем-то лучше чем одному а может быть получится от нее что-то узнать я внимательно осмотрел лену ммм просто обросил так взглядом хотя нет вряд ли ну просто так не знаю а что нельзя можно но если я мешаю нет не мешаешь да нет я могу и уйти все в порядке но раз так я аккуратно сел на край лавочки после такого оживленного разговора мне меньше всего хотелось находиться здесь но встать и уйти было как-то неудобно нехорошо получилось я на ничего не ответила похоже я выставил себя дураку будь на ее месте допустим ульянка наверняка бы меня засмеяла а тебе здесь нравится я вспомнил вопрос славе и решил что она как нельзя лучше он никак лучше подойдет для начала разговора да она еле заметно улыбнулась и мне наверное нравится я наверное не очень общительная и вряд ли в состоянии поддержать непринужденную беседу ни о чем как славя но все же было в ней то что привлекало внимание наверное фиолетовые волосы и зеленые глаза мимолетное видение как отбиск на очках дождливым осенним вечером который заставляет обернуться и долго всматриваться в темноту выискивать там нечто мелькнувшее на краю поля зрения конечно ты не успел рассмотреть не успел понять но почему-то оно показалось таким манящим Лена продолжала читать книгу не обращая на меня никакого внимания не возникало ни малейшего желания расспрашивать ее о происходящем в лагере об этом мире вообще красивая ночь да и как вообще завязать с ней разговор поздно уже мне пора да поздновато спокойной ночи спокойной что-то в этой девочке мне казалось странным вроде бы вполне типичный образ застенчивой скромной пионерки но загадка Лены заняла свое место в массивном списке загадок этого лагеря который я вел у себя в голове окей на одной из кроватей странно посмотрела на меня ее взгляды смешались удивления и что-то вроде обиды пионер должен уважать старших грозно сказала Ольга Дмитриевна должен конечно кто же спорит пора лепетал я в ответ не понимая что что же не так или ты она пристально посмотрела на меня от такого взгляда расплавился бы и Мифрил выкованный в самых глубоких подземельях лучшими мастерами гномов что я? да что не так-то? от обиды и непонимания я перешел на тон выше взрослых надо называть на вы нет конечно в этом лагере много странного но эта девушка в лучшем случае на пару лет меня старше а возможно и младше даже но я решил не спорить хоть еще пару минут назад язык бы не повинутся назвать вожатую особенно взрослой надо признавать что крутым характером ее природа не обделила да и с любым характером в моем положении спорить непристально как скажите про мямил Лья так-то лучше вот так и должен вести себя порядочный пионер а теперь спать по правде говоря я не хотел становиться непорядочным, небеспорядочным пионером не даже стахастическим пионером так да и вообще пионером становиться еще вчера в мои планы никак не входило но какой у меня выбор не хочешь заставим кажется именно этим девизом планировала руководствоваться Ольга Дмитриевна а комната с фантомасом кстати я лег закрыл глаза и только тогда понял что за весь день смертельно устал в голове что-то ужасно стучало как будто у извилин началась ночная смена однако они похоже больше были настроены на выпуск сталипроката чем на работу тонкой электроникой перед глазами пролетал автобус площадь и памятник столовая полная пионеров и хидное лицо Ульянки славя лена и даже воспоминания об Алисе не вызывали каких-то очень уж отрицательных эмоций а что если я здесь надолго окей день второй вот мы и дожили до второго дня до второго дня посмотрим что нас ждет во втором дне мне снился сон казалось я нахожусь в каком-то вакууме а вокруг пустота но не только вокруг я единственное существо во вселенной как будто она вернулась в некое сингулярное состояние перед самым большим взрывом и вот-вот что-то должно было произойти вдруг я начал слышать голос слов не разобрать но он показался мне знакомым голос что-то нежно нашептывал как будто убаюкивая тут я понял это был голос той незнакомки из автобуса той девушки из сна что она хочет мне сказать кто она я проснулся я родился яркие лучи солнца били в глаза время приближалось к полудню лениво потянувшись и зевнув я начал вспоминать вчерашний день за несколько секунд все его события пронеслись перед глазами автобус-лагерь местные обитатели но ведь все не так неправильно не эта ситуация не мое положение они неправильны априори а мое отношение к ним ведь я вчера запросто заснул здесь а до этого мило беседовал с местными пионерами даже умудрялся шутить но как можно себя так вести в подобной ситуации я же должен бояться шарахаться от каждого шороха избегать любого контакта с потенциально враждебными существами все события прошедшего дня словно заволокло похмельной дымкой это очень похоже на утро после хорошей пьянки вчерашнее естественное непредосудительное в высшей степени нормальное поведение утром становится кошмаром гротеск гравюрой или из иллюстрации к божественной комедии да, все именно так однако прошлого уже не вернуть хотя возможно оценив обстановку я действительно по ситуации а, я действовал по ситуации я огляделся по сторонам пытаясь понять не забросило ли меня куда-нибудь еще но домик Ольги Дмитриевны выглядел так же, как и вчера все было как будто на своих местах разве что на спинке кровати висела пионерская форма я с недоверием покрутил ее в руках примерил и оделся все равно это лучше, чем ходить в зимней одежде посмотреть бы теперь на себя наверняка выгляжу как клоун а для этого нужно зеркало хотя бы самое маленькое нашлось оно на дверце шкафчика твою твою бать я вскрыл на новоиспеченного пионера и аж отпрыгнул в сторону от неожиданности на другой стороне зеркало стоял какой-то подросток похоже на меня, но не я куда пропали пропали недельная небритость мешки под глазами, сутулость смертельно уставшие выражения лица кстати, да, он был небритый там туда-сюда, и где его глаза? где его, мать его, глаза? похоже меня не закинули назад во времени или в параллельную реальность, а просто поменяли с кем-то телами действительно просто такое же на каждом шагу встречается я пригляделся к незнакомцу повнимательнее понятно теперь почему обожатая сказала, типа то, что взрослых надо уважать там, типа а если верить часам, завтрак уже давно позади ну ладно, попробуй все же с столовой что-нибудь найти вчера же со славой получилось со славей, со сладой от этих воспоминаний я невольно улыбнулся на улице ярко светило солнце, дул легкий ветерок прекрасный летний день прекрасный летний день я уже несколько лет не чувствовал себя по утрам так хорошо все проблемы на секунду улетели куда-то далеко, а растворились в редких цветах первого снега в облаках вдруг передо мной словно из ниоткуда появилась Ольга Дмитриевна доброе утро, Семен доброе я улыбнулся, пытаясь всем своим видом показать, что несмотря ни на что утро мое было действительно добрым только ты только вчера приехал, так что будить я тебя не стала ну завтрак-то... хотя ладно, вот держи она протянула мне бумажный сверток судя по масляным пятнам, внутри скорее всего бутерброда ой, спасибо а теперь марш умываться я уже собирался уходить сейчас, подожди так Ольга Дмитриевна забежала в домик и, вернувшись, сунула мне небольшой пакетик внутри оказались зубная щетка, мыло, небольшое полотенце и что-то еще я особо не усматривался пионер должен быть всегда чист и опрятен дай я тебе галстук правильно завяжу на первый раз, а то он болтается потом научишься сам будешь да а может не надо, я сейчас умываться буду ну да, вдруг зацеплю за кран и удавлюсь ладно, тогда потом и не забудь про линейку карандаши, ручки, линейки, такие вещи не забываются какую линейку? в смысле какую линейку? она нахмурилась сегодня же понедельник странно, по моим подсчетам воскресенье впрочем, смена дня недели это еще не самое страшное обычно у нас линейки рано утром до завтрака поменяемся вот и будем на этом заканчивать дорогие друзья продолжим уже следующей серии пойдем умываться там и посетим линейку и там посмотрим уже дальше что будет и как что интересного вот кому понравилось ставим лайки подписывайся на канал группу вконтакте ссылочка на плейлист на прохождение будет внизу под видео с вами был Валерий всем пока